Может быть, кто-то и не помнит, но было то время, когда советский человек жил без зависти, когда работа приносила и удовольствие, и спокойствие, и уверенность в завтрашнем дне. Возможно ли это сейчас? Если вы скажете нет, то будете неправы. Конечно, ситуация эта не типична для 90% предприятий, и для всех предприятий Магнитогорска за одним единственным исключением. И на это исключение нужно равняться. Сюда народ палками не загоняет, здесь не работает от звонка до звонка. Здесь персонал получает достойную зарплату, а женщины – головокружительную, по меркам продавцов и щитоводов. Здесь люди делают здоровые продукты, они торгуют здоровьем и мелом в виде лекарств. В аптеках, хозяева которых – бывшие ларечники, сделавшие бабло на левой водке. Этому предприятию, кстати, исполняется 80 лет. И вот такие лица мы увидели на проходной. А вот так они живут. У меня удобный график, то есть свободно по каким-то торговым центрам сходить, по магазинам сходить. Вы с какого года здесь работаете? Так, с 2008 года. То есть и за 4 года вы уже мастером стали? Да, ну начинала я как простой лаборант с лаборатории, постепенно вникала в работу и где-то полгода буквально работаю мастером сейчас. Неплохой такой карьерный рост? Да, неплохой. Не так давно это было, но для девушки идеал был работа в банке. Они все такие были красивые, так раздавали кредиты и получали зарплату. Вы выбрали для себя другое. Вы выбрали то, что дает человеку жизнь. Вы не пожалели? Нет, я не пожалела. Потому что я вообще считаю, что работа, чтобы она была, знаете какая, что нужно что-то производить. Я вообще считаю, чтобы получать моральное удовлетворение от работы, нужно что-то делать. Нужно, чтобы эту работу можно было пощупать. С одной стороны, есть артисты, которые делают эту работу, у них творчество. Но для меня работа это то, что можно пощупать. То есть это какое-то материальное производство. То есть в данном случае я произвожу молочные продукты. Вернее, я как бы участвую в выработке молочных продуктов. Немножко вот отношение такое у меня лично к торгашам, оно явное. Сколько можно в городе заниматься торговлей? Вы занимаетесь производством. И это, конечно, очень хорошо. Мы тоже пытаемся что-то делать, хорошее, доброе. А как семья ваша относится? Хватает ли денег? Тепло ли здесь? Уютно, сытно работать? Ну, на таком передовом производстве. Семья за меня рада, она довольна. Семья довольна. Вы можете себе позволить путешествовать? Я путешествую. Конечно, там были, как бы, я не могла путешествовать, потому что у меня маленький ребенок, связанный с этим. А так я выезжаю. Путешествую раз в год, когда вот мне положено отпуск, я стараюсь куда-нибудь поехать. Показатель счастья – это то, как человек отдыхает. Где недавно отдыхали? В Чехии, в Праге отдыхала. В столице Чехии, Прага. Вот так вот. То есть работник ММК не магнитогорского металлургического комбината, а работник магнитогорского молочного комбината может себе позволить жить достойно? Ну, вполне да. После таких слов хочется жить. Представьте, доярка в прочном хозяйстве зарабатывают тысячу долларов. Специалист-производственник позволяет себе жить не хуже содержанки контрактника одноименного предприятия на свою зарплату. И это бездотационное производство продуктов питания. Да надо просто лень свою убрать из жизни. Надо просто работать, не завидуя соседу-барану, залившему в автомобильный кредит. И все получится. Развиваясь постепенно. В нашем случае развиваясь производством, востребованным южноуральцами. Производством молочных изделий. Если все пойдет теми же темпами, а мы в этом уверены, и мало того будем этому способствовать, то на полках магазинов останется только продукция высочайшего качества. Продукция первого вкуса. А монополия не страшна. Монополия, которую выбирают покупатели, монополией назвать сложно. Это спрос. То, чего не хватает в нашей отечественной промышленности. Но когда понимаешь, что первые звезды во мраке – это первый вкус, рожденный Магнитогорским молочным комбинатом, то вера в будущее крепнет. Потому что первый вкус зарождает новую жизнь.